У успешной начинающей бизнес-вумен сейчас две клининговые компании. Они обслуживают жители городов Харакол и Балхчи. Бизнес Айнура Талипова начала благодаря социальному контракту. Получив 100 тысяч сумм от государства, она приобрела два моющих пылесоса и необходимые средства для чистки мебели. Вначале работала только сама, сейчас же под её руководством работают 30 человек. «Нам дали не только деньги на руки, но и большие возможности. Для нас провели специальные тренинги по правильному формированию и реализации бизнес-проектов. Я сразу же решила заниматься клинингом, поскольку на Иссыкуле нет подобной ниши. Моющее оборудование мы приобрели за 80 тысяч сомов. Оно окупилось всего за один месяц работы. Доходы стали расти, и мы открыли ещё один филиал в Балхчи. В планах открыть ещё. Если честно, вначале я тоже, как и многие, думала, что 100 тысяч сомов не хватит. Ни на что. Но, оказывается, если направить их правильно, можно получить очень хорошие доходы». Социальный контракт разумно использовала и жительница Таласской области Джанат Урестемкзе. На 100 тысяч сомов она открыла аптеку. По образованию она фармацевт. Однако всё это время была домохозяйкой. Ну а с получением соцконтракта Джанат вернулась в свою профессию. Сейчас её аптека обеспечивает всеми необходимыми лекарствами местных жителей. «Я с детства мечтала иметь собственную аптеку, и поэтому мне было легко определиться с направлением. Я получила лицензию и обговорила с производителями поставку лекарств. Поскольку медпрепараты дорогие, было тяжело с финансами, но я начала с небольшого количества. Когда появилась прибыль, мы расширили перечень лекарств. Аптека начала приносить хорошие доходы, и мы уже открываем второй филиал». Участник проекта из Чуйской области Улан-Асанов балует жителей села Беловодское мороженым. Изначально средства соцконтракта он направил на разведение скота. Далее на полученную прибыль он начал второе дело – продажу мороженого. Несмотря на свои ограниченные возможности, Улан является единственным кормильцем в своей семье. «В 2022 году я получил соцконтракт и купил племенную корову, именно племенную молочного направления. Она была стильная, она отелилась. Потом молоко я не хотела сдавать молочникам, потому что она невыгодна. Она не оправдывает ни корм, ни сено, ничего не оправдывает. «Решил взять мороженый аппарат, это называется фризерный аппарат, мороженое. И с этим молоком я делаю мороженое. У меня все сертифицировано, у меня все сертификаты, что от молока, что от мороженого. Я сырье покупаю здесь, в Бишкеке. У меня все чистое». В целом, инициированный президентом проект «Социальный контракт» только за два года дал отличные результаты. На сегодня он обеспечил достойную жизнь 70 тысячам человек. Также благодаря проекту были созданы 18 тысяч рабочих мест и открыты сотни малых предприятий. В рамках проекта «Социальный контракт» заработали 138 пасек, 88 птицефабрик, 6 рыбных хозяйств. Было построено 28 теплиц, 137 семей освоили земледелие. Также открылось 1914 швейных цехов. Заработали 64 цеха по производству мебели, окон, кирпича и не только. Создание рабочих мест участниками проекта дало возможность и другим преодолеть бедность. Президент Садыр Джапарова отметил, что это позволило постепенно друг за другом улучшить жизнь тысячи человек. За это глава государства поблагодарил их. Вы стали движущей силой и создателями нового поколения предпринимателей, которые разрушили старые стереотипы и уверенно шагнули к комплексному построению развитого общества, начиная с семейной экономики. Все это укрепляет уверенность в том, что вместе мы можем преодолеть трудности. С гордостью отмечаю, что на уровне ООН наш опыт признан одной из самых эффективных в мире моделей преодолевания бедности и рекомендован для решения социально-экономических проблем в других странах. Это заслуга каждого из вас, а Кыргызстан станет примером для других стран по преодолению бедности. Данный проект – один из важных шагов государства в борьбе с бедностью. Соцконтракт направлен на открытие собственного дела и самостоятельного формирования дохода семье. Практически большинство участников проекта справились с задачей. Сегодня социальный контракт объединяет более 70 тысяч человек, что способствует обеспечению им достойной жизни. По итогам двух лет более 77% участников социального контракта получали доход до 5000 сомов еженедельно. У более 22% участников еженедельный доход составлял до 10 тысяч сомов. Это доказывает экономическую эффективность и высокую пользу как для участников социального контракта, так и для государства. На этом государство не ограничится. Борьба с бедностью будет продолжена уже в новом социально-мобилизационном движении «Джангыкадам». Оно объединяет тысячи людей со всех регионов нашей страны. Чтобы дать стимул малообеспеченным семьям, мы планируем выдавать беспроцентные кредиты до 200 тысяч сомов. Это будет как субсидия. Помимо этого, поддержку получат и те семьи, которые по соцконтракту не смогли добиться успеха из-за разных обстоятельств. Для них будет организовано обучение по бизнесу. Вопрос касательно финансовой помощи сейчас рассматривается к госорганам. В этом году в рамках соцконтракта будет охвачено 20 тысяч семей. На эти цели из республиканского бюджета предусмотрено 2 миллиарда сомов. Мы хотим, чтобы наши граждане не только начали предпринимательство, но и жили в хороших условиях. Для этого мы планируем установить солнечные батареи в домах малоимущих детей. Правда, эти батареи дорогие – по 10 тысяч долларов за одну штуку. Поэтому на первоначальном этапе мы установим только в 20 домах. За счет этого семьи получат бесплатное электричество, а оставшуюся часть они даже могут продать государству. Одним словом, 65% проектов в рамках программы «Социальный контракт» рентабельны. Около 1 тысячи семей зарабатывает более 20 тысяч сомов. В том числе около 70 семей зарабатывают более 40 тысяч сомов. Есть также семьи, у которых ежемесячный доход составляет 90 тысяч сомов.